Сергей Никиту не надо, он занят. Сергей Никиту не надо, он занят. Сергей Никиту не надо, он занят. Сергей Никиту не надо, я не знаю, не могу. Сергей Никиту, который жил у тебя, помню? Это мой парень оставил ноутбук свой, я Ищенко, это я, я просто не хочу мне вылазить в чужой компьютер, он мне тут его оставил, это я если что. Ты только это, отключи микрофон там, постарайся, а то собаки лают, нам все слышно, это не мешает. Сергей, меня слышно? Да, да, слышно. Не могу ничего делать в телефоне. Утража у тебя получила. Отключи меня еще разок, набери. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он это кто, лже-апостол или тот, к кому обращается, который по себе сам должен судить. То есть он защищает свою пасту от лжеучения, от лже-апостолов. Это понятно, умысел. А вот в этом толковании, что-то так, как-то, предложение то ли так составлено, то ли у меня мозгов не хватает. По грамматике. Что именно? Потому что он Христов. Кто он? Мне непонятно, о ком речь. И далее он пишет, толкователь, ибо я тоже не могу быть апостолом кого-либо другого, хотя бы и он был Христом. Тоже непонятно, о ком речь. А лже-апостолов, либо пасты, которые он пишет о Христове. Лжи-апостолов. Ложи-апостолы увеличались. Впереди же написано, больше ни о ком речи нет. И Павел говорит, у него своя есть паства. Я мог бы с вами спорить, доказывать, но тут, говорит, ничего не буду говорить. Раз ты считаешь себя таким, и мы такие же, и отстань от меня. Вот какой его ответ. А кого не могу быть апостолом кого-либо другого? У меня своя паства, зачем мне другие? Над вами лжи-апостолами, я не апостол. Вы сами по себе живете. У вас своя регистрация, другая религиозная организация. Это прям сегодняшняя ситуация с сектантами. Да. Похоже очень. Я тоже об этом подумал. Да. Но вот он говорит, на личность или смотрите? Это к кому обращается? К коринфянам или к лжи-апостолам? К коринфянам и к лжи-апостолам. К тем и другим. Он их не разделяет здесь. И говорит, вы на личность смотрите. Ну, по себе тогда и судите. И дальше все, что отсюда происходит. Его зазирали. Они говорят, мы Христа видели, мы очевидцы. А он знает, что это не так. Он именно очевидец. Ему Христос являлся. Но тут спорить не будем. Ладно, как бы апостол Петр, он бы легко доказал. А сам Павлу было трудно доказывать-то. Все знали, что он был гонитель во время земной жизни Иисуса Христа. А все время ссылаться на видения какие-то он и не стал. Поэтому видят, что это дело недоказуемое. Понятно. 2 Коринфянам 10.8 Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде толкованиям. Не сказал, я имею власть наказывать и умерщвлять, а они не имеют. Но смиренно, если бы и более. И не сказал, если хвалюсь, но если бы стал хвалиться, то есть если захочу, говорит, похвалиться о власти, которую Господь дал нам, опять все это приписал к Господу, я получил ее от Бога для того, чтобы утверждать в вере, благодетельствуя, а не наказуя. Итак, почему ты сказал, не спровергаем замыслы? Потому что в том и состоит созидание, чтобы разрушать все гнилое и уничтожать препятствия. Итак, каким образом ты угрожаешь разорением, когда не получил на это власти? Преимущественно я получил в созидании. Но если бы кто оказался неизлечимым, то мы воспользуемся и властью на разорение. Итак, если я захочу, говорит, похвалиться тем, что Бог даровал мне больше, так что я имею власть прежде всего благодетельствовать, а в случае противления наказывать, не останусь в стыде. То есть, не покажусь лжецом или горделивым. Ну, здесь мне понятно. Всяком случае. Кому непонятно, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Ничего здесь такого нету. Это школа. И вполне нормально, что кто-то чего-то может не понимать. Лучше разъяснить сейчас, чем... Так, это все и... Так. Понятно? Идем дальше. Второе коринфянам. Десятая глава, девятая, одиннадцать истин. Впрочем, да, не покажется, что я устрашаю вас только посланием, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Я мог бы похвалиться, но не думайте, что я устрашаю вас посланиями, как говорят мои клеветники. Он хвалится в посланиях, посылает грозные письма, а в личном присутствии он ничтожен и является не таким, каков в своих посланиях. Но всякий, кто так говорит, пусть знает, что мы не только угрожаем в посланиях, но при личном присутствии можем и привести в исполнение свои угрозы. Двенадцатый стих. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Толкование. Здесь он показывает, что это хвостуны и слишком много хвалятся собой. И так говорит, что мы не ставим сопоставлять, то есть причислять или сравнивать, то есть противополагать себя тем из них, которые превозносят себя похвалами. Они, говорит, мы не смеем сопоставлять. И так говорит, что мы не смеем сопоставлять, то есть причислять или сравнивать, то есть противополагать себя тем из них, которые превозносят себя похвалами. Они, говорит, не удостаивают приравнивать себя к кому-либо из других людей, но измеряют себя сами собой, состязаются между собой и не чувствуют, как смешны они вследствие этого. Ибо каждый, считая себя лучше других, унижает другого. И так, все являются славными друг перед другом, а они не понимают сами, как это смешно. Вопросы. Да, вот, сами собой, это вот высокоумие, сами, а я так думаю, а мне так кажется, а мне так видится, вот, что я так чувствую. А на чем твои видения, чувства и думы основаны? Подтверди их словом Божьем. Кто еще так же думает, вот, как ты? Можно я? Можно. Вопросы говорит о том, что вы сравниваете себя с Христом, а не друг с другом. Никогда не найдут они общего языка. Это смешно. То есть, вот в этом, мне кажется. Ну, как бы, к совершенству стремиться нужно, к Богу, а не сравнивать, я вот лучше, чем он, он вот у меня там нос красивый, а у него кривой. Ну, так. Ну, образно, да, то есть закончим. Сергей, можно... Да, да, можно. Вот по восьмому стиху, значит, вот он в толковании говорится, так, что я имею власть, прежде всего, благодельствовать, а в случае противления наказывать. То есть, вот, в случае противления наказывать, наказание, в чем это выражалось, что они делали, если им кто-то противился? как они наказывали, ну, в чем выражалось наказание? Ну, я уже задавал вопрос, в чем наказание. Отлучение от церкви, ну, как писали, кто будет благовествовать не то, что мы благовествуем, да будет анафема. Кто такое анафема? А он, проклятие, да будет тебе как хзычник и мытает. Все, то есть он. В этом, думаю, наказание. Не то, что они там... Или власть у них была, что там, связывать в темнице сажать. Это вот сегодня власть, допустим, вот, святые Иеговы, они так вот, да, их преследуют, их могут арестовать, они запрещены, или там, например, религиозная организация ИГИЛ, да, она запрещена в России, и если я сейчас начну, допустим, проповедовать, их не... Меня сразу арестуют. А у них была ли такая власть? Игнать, Петрович, в то время, или... Что именно? А власти наказывать, вопрос. Ну, власти наказывают канонические прещения, ты об этом же говоришь. Вот говорит, Каринский блудник, он им пишет-то, предать воизмождение плоти сатане, он власть имел такую, и что у него там, гнило, болело, пошел к венерологу, или куда, мы не знаем, но он имел эту власть, и поэтому, смотрите, я приду, я с вами разберусь. Так что, пока я не пришел, скорее справьтесь, чтобы мне вас не наказывать. Он неоднократно об этом говорил, он жалел их. Вот это у них была, эта власть. Они на литургии, на глашенных выходили, это уже определенно было, сразу же, а представь себе выходить. У нас некоторые были отступники, а потом день открытых дверей сделали, приглашать, а они, мы согласны прийти, один говорил, наглый такой мужик был, но только, чтобы соглашенными не выходить, то есть это трогало. Ну, как же не выходить, когда вы отступники? Обязательно выходить. Вот это то наказание, которого они боялись. Он как жезлом считал, поражал их. У евреев этот, анапима, херем, это было очень серьезное дело. Провинившийся, если он приносил покаяние, он должен был лечь на порог, на порог. Через него каждый должен был переступить и плюнуть, чтобы войти снова в общество. Вот как свидетельствует. Ну, у нас-то это полегче. Стоять на улице, на четыре ступени восхождения, плащущие, слушающие, припадающие, купно стоящие. Это хорошо написано в книге правил Григория Некисарийского, 12 правило. То есть, по закону их, государственному не было, такой власть там, посадить там на пятнадцать суток, в первую очередь? не было, не было. Но потом приняли закон. Когда человек бесчинствует, канон разрешал епископу вызвать власть, ОМОН, Альфа там, Омега, чтобы арестовали, посадили. Потом был принят дополнительное правило, потому что они наглели, приходили, ломали, били. К чему призывает Димитрий Смирнов. Он как рецидивист сидит там, его надо арестовать было в студии. Так, еще вопросы есть, поэтому, Андрей, понятно теперь, о какой вопрос? Да, вполне понятно. К сожалению, сегодня у нас этой властью не пользуются. И этого наказания не боятся. Наоборот, все перевернули в православие. Если человек грешит, его надо обязательно прочистить. Не отлучить, а чаще исповедуйся, чаще прочищайся, чаще греши, и все нормально. То есть вот эта вот вода в ступе, каждый раз грехи сблотнули, осели, опять сболтнули на исповеди, опять осели. Очищение-то не происходит. А если бы человек знал, что, идя на исповедь, то я буду в коридоре стоять, то есть, и думушка-то какая, да раз бы он бы начал бы, прежде чем согрешить-то, подумал 10 раз. И каждый бы поздно по одному бы брюшку бы брал бы хотя бы, минимум бы, и очищался. И не только в хост, конечно, можно и другие, но в хост особенно удобно, когда чрево утончается, и душа отлучается, и с ухлопленным телом. Такое дело, Сергей, что принято неправильное сегодня положение, нужно похристосоваться, а имеют что-то на тебя. Прости, Христа ради, по-старобрящески. Прости, Христа ради. А чего прости, чего христорадничать, непонятно. Евангелие от Луки, 18 глава, 3 стих говорит, если против тебя согрешит брат, выговори ему, выговори, что это такое, то есть, вылепи ему все в глаза, что он делает. И в этом он должен признаться, да или нет, а не извините, да может я согрешил, то есть, это лукавый, покаяния нет. Образно сказать так, виновен рога в землю, а не на человека. Марк, подвижник, это святой такой, и говорил, многие каются, но мало кто разбирает грехи, от чего это все произошло, мало. Надо разобрать до конца и не бояться этого. Как возник грех, с чего было, и там будет где-то видно. Вот я наработаю на стройке, вот я когда рассказываю, а почему вы про себя говорите, ну ты про себя расскажи, чтобы это оживило. Слово Божье живо и действенно. Работаю, отдельно там меня отстранили от всех, чтобы никому я не говорил о Христе. И в это время одна там распускает молву, ну пакость такую. Я за кучей там земли захватил, ну и за руку, и говорит, ты говорила это, она задрожала сразу, а я из ямы вылез с топором, в руках топор. Да я мне вот это, сказала Ленка, да я нет. Какая Ленка? Да он работает. А я нет, это мне Вовка сказал. Я гляжу, как раз Вовка идет. Я его зажал руками, локтями-то, и поднял кверху, а топор в руке. Говорил, он дрожит, Бог страх навел. А потом он говорит, этот Баптист, меня, говорит, зажал, поднял, я думал, он мне сейчас голову отрубит. Больше никогда не говорил. А я ничего ему не делал. Смотри, говорю, не делай этого, не искушайся. В жизни бывает разная ситуация. Ни одного не ударил, и в то же время был страх. Все. 2-й калифонам 10-13. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере у дела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас толкования. Ибо хвалясь, они, может быть, говорили, мы достигли предела земли и обратили вселенную. Но мы, говорит, не так. Между земледельцами разделил Бог виноградники, так и между нами апостолами разделил вселенную. Итак, будем хвалиться по мере у дела, какой назначил нам Бог. Какая же это мера? Та, чтобы достигнуть и до вас. Итак, поскольку это наша мера, то мы и до вас хвалимся. Вопросы? Ну, здесь вот экономической территории тоже можно поговорить. Меры у дела, и вот есть какое-то правило, знаете, что напомните, что на чужой территории ты не имеешь права там ничего делать. Рукополагать не имеют права, рукополагать, а не проповедовать. Они все перепутали. Да, да, да. А если это его территория, вот я живу рядом дома, а они отделили вот этому там священнику, вот как он благощинный-то, а он ни разу здесь не был. Огромные дома стоят, и ни одного священника нету. Что я буду у него спрашивать-то? Вся земля ваша. Господь говорит, моя земля, и что наполняет? Идите проповедуйте по всей вселенной. А они это сидят на карте там, пометки делают, кому какая, епархия. Ну, это, ладно, пускай, да пусть он работает, если это его территория, то он не работает. Его никто не знает, никому он не достиг, к словам Божьим-то. Ну, выдумка одна. Второе, Коринфянам 10-14. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Вероятно, ложные апостолы и отправившиеся куда-либо без всякой проповеди хвалятся одним простым пришествием, и все приписывают себе самим. И так апостол говорит, мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, ибо мы достигли не просто, но благовествованием Христовым, то есть не только пришли, как те, но и с проповедью Евангелия. И вот на эти слова Игнатий, конечно, дает комментарий. Прочитав толкование блаженного Филакта на это место, трудно ли православным сказать, что они есть лже-православные? Все, кто не проповедует Слово Божие, лже-православные, исповедующие совершенно новую религию под именем православия, которую Бог не утверждал. И пока архиви, и пастыри, и прихожане не сознаются в этом, надежды на покаяние и спасение нет. Что здесь, конечно, апостолы приходили с проповедью, и это факт. С этим не поспоришь. От этой проповеди люди обращались из язычества и становились христианами. Лже-апостолы, они просто приходили без всякой проповеди. К этим же христианам и начинали проповедовать свою ересь, как сегодняшние сектанты. Но сегодняшние это сектанты, они приходят на голую почву, им до этого-то православные не проповедовали-то, вот в чем беда. Поэтому здесь вот еще даже до этого-то не доросли, как в коринской церкви. Те же апостоли наготово пришли и стали их переубеждать. А тут и переубеждать никого не надо-то. пусто в голове, никакой веры, никакого знания Христа-то нету. И поэтому который говорит, он был православным, ушел в секту. Да он не был православным. Почему я в такую секту не иду? Никаким калачом кто? Потому что я веровал, здесь истина. Сравнил их неотолкование, толкование блаженного фисалакта и сам по себе рассудил. Дух Святой мне подсказал, что оттел, гут, здесь истина. И все. Вопросы? Нет. Второе користое, 10 глава, 15-16 стихи. Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить у вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Толкование. Показывает, что те хвалятся трудами апостолов и хвалятся без меры, то есть чрезмерные чужими трудами. Мы же не так, но достигшие до вас, мы смело говорим, что достигли до вас. При этом мы надеемся без сомнения на Бога, ибо Павел не думал выставлять на вид себя, что достаточно научив и умножив веру вашу, возвеличимся в вас. Ибо учитель возвеличивается тогда, когда умножает подвиги учеников и с избытком увеличивает свой удел, то есть расширяет ту меру удела, которую он получил. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее вас будем проповедовать Евангелие, и может быть свет того похвалимся, если принесем им пользу. Как домостроитель, вселенная и архитектор, он повсюду называет удел и меру, и чтобы показать, что все это принадлежит Богу, который определяет этот удел и эту меру, приводит и следующее место. Ну, а пока комментарии Игнатия Лапкина на слова будем проповедовать Евангелие, и учитель возвеличивается тогда. Комментарий. В словаре язычников никогда не значилось слов Христос Евангелие проповедь, как неумело произносит их язык неприученный к этим животворящим словам, но как иудеи, так и язычники утешали и воодушевляли друг друга этими словами. Будем проповедовать Евангелие. Будучи гонимы, избиваемы, они молились о том, чтобы Бог дал им силы и мудрости. И это дарование Божие ображалось в проповеди. Читаем книгу Деяний 4, 29. И ныне Господи возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. Говоря другим о страданиях Христа человек забывает о своих. Итак, будем проповедовать Евангелие. Мы больны, гонимы, но проповедь несет облегчение и извлечение, ибо проповедующие благословляют сам Бог, как пославший их на проповедь. Итак, будем проповедовать Евангелие. Все рушится, всюду нестабильность, терроризм, угрозы, как страшно и одиноко быть в этом мире без Христа. Приблизим к себе Иисуса послушанием Ему, посылающим нас в мир с проповедью о Его любви. Итак, будем проповедовать Евангелие. И тогда слова Христос, Евангелие, проповедь сделаются для нас самыми любимыми, объединяющими нас, делающими нас воистину радостными и счастливыми. Итак, будем проповедовать Евангелие. Шесть раз Игнать Тихонович повторяет эти слова блаженного Фихиланка. Чтобы ударили по глазам и люди наконец-то поняли. А то идешь на проповедь и тебе ответ православные никогда не ходили. Это сектанты только. Только что. Вот так уже научили людей за 70 лет безбожной власти. оно и до революции, это как Лесков будет проповедовать, Евангелие не было проповедуемо как должно. Либо оно вообще не было проповедуемо, либо не было проповедуемо либо было проповедуемо никак должно. Какими-то либо искажениями. А с какими искажениями? А вот от греков взяли сегодня краснозанятие играть и хочется. Уже монашество все, все. Как они избирали веру православную князь Владимир? Вот. Не по Евангелию, а вот были как на небе. Красота иконы не через Слово Божие, к сожалению. А переведена была Библия на русский язык спустя многие годы. Поэтому и вот такой перекос сегодня что выполняешь повеление Христа и научить народу спину получаешь плевки и сморчки сетанки раскольники и так далее. И такое веро, что православные никогда ничего даром не дают. Вот даже есть. Мона трустости корысть, все ради корысти. все будут делать иконы продавать, мощь, свечи, крестники верно только корысть какая-то была. Второй корынфинал 10-17 Хвалящийся, хвалися Господи, ибо совершая такие дела, мы не хвалимся и не приписываем в них чего-либо себе самим. Но все это и самую меру, до которой достигли, усвояем Богу. Вот чем они должны хвалиться. вопросы. Второе корынфинам 10-18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Толкование не сказал мы искусны, но кого хвалит Господь. То есть того, которого действительность, труда и подвига благодатью Божией явила достойным. Вопрос как хвалит Господь? Хороший вопрос. Сами себя хвалят понятно. поговорка такая. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Айда Пушкин, айда молодецкий. Он сам себя похвалил. Сочинил скитово и сам себя похвалил. А как Господь хвалит? Как узнать, что он тебя хвалит? А не кто-то другой. Бывает же и лукавый тебя похвалит и как в фильме притча бабушка ой какие-то проповеди да тебе уже пора епископом а он уже пословно числа и так фильм поставил протест Сергей не ошибаюсь такой стих в Писании хвалящийся хвалить Господом но это есть сейчас хвалить о Господе ибо не достать 17 из тех прочитаю перед этим 2 хрифоном 10 17 запиши можно я скажу чуть-чуть можно да Еремия 9 24 но хвалящийся хвали тем что разумеет и знает меня что я Господь то есть знающий Господа творящий милость суд и правду на земле ибо только это благоугодно мне говорит Господь вот здесь охваление человек должен хвалиться только тем что разумеет и знает Господа что он Господь с этим у меня вопрос от кем вопрос был как узнать что тебя Господь хвалит кто сам себя хвалит это прививка против самохвалства что ты сегодня сейчас привел это понятно и уже апостолы сами себя хвалили и апостол Павел тоже эту прививку ставит и говорит корицы вы смотрите кто сам себя хвалит а кто своим как говорится трудом благовестия души привел по Христу рассудите сами они на готовое пришли хваля словами как своими учениками вы мои ученики я родил вас благовестованием вы разве забыли от кого вы услышали благовестие проповедь и подали за этими инфектантами и ретиками сегодня уводящими отысками а ты спасенный они уже спасен они сами себя хвалят то же самое ты спасенный и все а ты не спасенный и не рожденный и все а я спасенный я рожденный а с чего ты это взял когда начинаешь по писанию что спасен им на деле и все и напрочь нет мы уже на облаках они уже там прописаны в книге жизни хотя на самом деле так в крещении в книге жизни благодати просвещающие нету призывающие да скоро нет и господь призвал обращающие да обратились а в таинстве церковных нету участия поэтому не вписано в книгу жизни хотя и могут вести благочестивую жизнь от новых грехов но от греха ереси и гордыни что они не члены тела не причащаются тела крестов за это ибо господь будет судить в него и не в себе жизнь Сергей можно да ну ответ вот он в восемнадцатом стиху ответ и есть тут написано то из того которого действительность труда и подвига благодатью Божию явило достойным вот и ответ что труды и благодать благодать Господь дает для трудов и позже явило достойным то есть люди видят что это от Бога труды вот видимо вот и любовь к Богу ну здесь ну да дерево узнается по плодам вот если плодов нет человек ничего не делает то этот плодов он бесплодный так вот но опять эти ничего говорится вложу это а сами то вы что где ничего нет поэтому начинаешь понимать лукут самосхваление и то же самое вот эти слова вот эти слова действительность труда и подвига наверное вот того и хвалит Господь кто действительно трудится и подвиг ради Христа творит ну а по какому труде и каком подвиге речь идет на благословании в первую очередь благодаря благовестию можно я скажу можно я извиняюсь если что-то активное слишком сегодня вот я полностью согласен и вот просто зачитаю как это написано Матфея 5.16 тогда светит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного ну вот так мы можем знать наверное что прославляем просто ну как бы имеем благодарность Vox Populi Vox Dei Est но люди доброе дело сделало они это тебя благодарят Отца Небесного как твоего как помог человеку он никогда тебе не не скажет он и не знает этого Бога допустим человек не верующий у нас это понятно он помог спаси Христос слава Христу тут уже понятно что к Христу все это относится что ты во Христе все это делал не был ты верующим дороги не помогал бы свою тропу только работал бы ну понятно теперь конечно видя добрые дела прославляли Отца Небесного это есть признак что Бог тебя похвалил они видят твой свет Христов твое благовесие добрые дела прославляют Отца небесного ну а другого я ничего не вижу то есть ну что а другого ничего и нет вот это есть нужно вот когда видишь что люди прославляют пример и тебя я вот сейчас не могу на память вспомнить чтобы за мои добрые дела кто-то благодарил не меня а Отца Моего Небесного как-то вот на вскидку может оно и было ну как а я благодарил я все что сделаете вы это это и есть добрые дела во славу Бога я благодарен например не я же проявляю инициативу вы собираете всех и вот вам и благодарны смотри у нас сколько людей да я то что я то орудия может вот она есть благодарность поэтому ну теперь понятно все все стало на свои места ну так спасибо спаси Христос разъяснили идем дальше второе послание к Коринфянам 11 глава первый стих о если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию но вы и снисходите ко мне толкование намереваясь начать речь о своих собственных похвалах он сделал много оговорок избегая того что есть оскорбительного для других собственных похвалах к этому побудила его необходимость и опасения чтобы не послужило во вред учеников если самого его станут презирать а лжеапостолов считать людьми имеющими какое-то значение ибо и для весьма непонятливых ясно что он пришел сюда по настоятельной нужде и ради пользы своих учеников ибо каким образом стал бы без надобности хвалиться самим собой тот кто помнил прежде прежде заблуждения которых он избавился через крещение кто признавал себя недостойным апостольского звания итак он говорит о если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию а вы очень снисходите ибо я убежден что вы любите меня и во всем снисходите мне вопросы апостол павел боялся за учеников не за себя то есть его там уже апостол укоряют что он не понятно там многое что могли на него наговорить что он разделит все это делает так второе коринфянам 11 2 ибо я ревную о вас ревностью божией потому что я обручил вас единому мужу чтобы представить христу чистою делаю толкование не сказал люблю но чтобы выразить гораздо сильнее ревную и барьерность является у людей пламеннолюбящим потом чтобы не подумали что он ревнует о них по каким либо человеческим побуждениям ради денег или славы присовокупляет ревностью божией ибо сказано что и бог ревнует чрезмерно возлюбив нас не для того чтобы получить какую-либо выгоду но чтобы спасти нас приведя в общение и единение с собой такова говорит и моя к вам ревнует она проистекает не из того чтобы мне получить прибыль но чтобы вы не погибли я обручил вас говорит Христу и так за него ревную а не за себя самого ибо я не муж а друг жениха смотрите же он не сказал я ваш учитель и потому вы должны держаться меня но их поставил на место невесты а себя на место друга жениха придавая им большее значение нечто дивное он приписал церкви ибо в мире после брака не остаются девами а здесь и не бывшие прежде девами после сего брака становятся девами таким образом вся церковь есть дело ибо павел говорит это всем и мужья и женам что же он обещал в преданное царство небесное подобное сему было у Авраама когда он послал гроба чтобы тот сосватал сыну невесту единоплеменную бытие 24 4 ибо и здесь бог послал служителей своих пророков чтобы обручить церковь сыну своему христу как например Давида который говорит слышит череп и смотри и преклони ухо твое псалом 44 11 и апостолов например Павла который говорит мы посланы именем Христовы и так настоящее время есть время обручения будущее же время брака когда раздастся голос вот жених идет Матфея 25 6 вопрос вот вот у меня такой вопрос да писание говорится я бог ревнитель не создайте себе кумира не поклоняйтесь другим богам и дальше даже ибо будет наказание вплоть до нескольких родов за вступление за идолопоклонство за поклонение другим богам а вот понятно он наш создатель он наш творец а сатана ревнует ли о своих евреев о своих слугах как вы думаете борется ли он за их души кто хочет ответить подписание не желаю понятно что говорит падше поклонись и мне и все царства отдам возвышу тебя ты будешь президентом и мало того в европейском союзе это очень хорошо описано у писательницы английской Мария Карелли печаль сатаны почему-то стали приписывать брокеры ее скорбь сатаны там перевод книги Некропоткиной и заканчивается тем подходят к английскому парламенту держась там за руки или обнявшись сатана и человек советую кто может зарядите текст есть печаль сатаны Мария Карелли я однажды дал студентам считать а работница пришла и что до утра считали кости стучат по сегодняшний день написано как действует сатана каким ты его представляешь кучерявым такой он и будет банкиром бандитом такой он к тебе и явится и далее что будет какие будут проигрыши ну просто надо увидеть что там Джеффри Темпест хотел богатство какое там и вдруг наследство дядя даша красавица она первая красавица а все делал сатана и потом только Господь ему открыл это увидел он ревнует сатана чтобы поднять своих служителей он ему должность большую дает возвышает его откуда он вдруг появился такой Гитлер и называется восхождение дьявола фильм такой американский восхождение дьявола то есть дьявол своих старается протолкнуть за него депутаты проголосуют дальше дальше больше и наконец-то он достигает такого величия обрамление какое свастика звезда Сталин бандит грабил банки убивал это всем известно никто его не выбирал даже Гитлер был не сравнен а его в сотни раз лучше и правил такой страной бандит и заискивали перед ним умер а патриарх Алексей I Семанский угробал стоит и наговаривает там какая сила ушла он не оставлял наши нужды помогал церкви бандит 66 миллионов душ погубил он тоже их возвышает этого пигмея лысого тоже возвысил похоронить не могут ему это надо его хвосят там каждый месяц в ванне с растворами возвышает ревнует 2 коринфянам 11.3 но боюсь чтобы как змея хитростью своей пристил ел так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во Христе толкование ибо хотя погибаете вы но боюсь я не открывает вы будете повреждены хотя они были уже повреждены но выразил это неопределенно боюсь чтобы ваши умы не повредились ибо и тот обольстил обещанием лучшего и лжеапостолы восхваляя себя и говоря вам нечто великое крещают своей хитростью но как ни хитрость змея ни простота Евы не были достаточны для ее прощения так и вам оно не будет на этом основании не сказал что адам был прельщен чтобы показать что прельщаться свойственно женщинам и не сказал чтобы вы не прельстились но чтобы ваши умы не повредились по-славянски не растлились потребив образ растления ибо слово растление употребляется по отношению к делу чтобы не повредились уклонившись от простоты во Христе то есть чтобы вы не прельстились вследствие своей простоты некоторые толкуют так чтобы вы не уклонились от простой веры в жестокость внешне неверующих ибо это составляет величайшее растление растление вопроса простота вот надо разобраться что это ну вот последнее предложение еще раз прочитаю некоторые толкуют так чтобы вы не уклонились от простой веры в жестокость внешних скобках неверующих ибо это составляет величайшее растление то есть если вас кто-то убеждает что неверующие люди ну они такие же люди ничего страшного нет ну они не верят они не верят но они добрые хорошие с ними можно дружить они ничего никого не убивают не гранят а Господь не дружите с миром не любите мира то дружба с миром есть вражда против Бога то есть ты становишься сразу встан врага за то что дружишь с миром и а мир то что нужно сатане пролистить все конфессии равны Бог один пути только разные мы верим Бог то один поэтому какая разница Баптист Пятидесятник Еретик ну а дальше давай перечислять потому что ересь она и блудник там и все перечислено Царствие Божие не наследует иеретики дружба казалось бы какой от них пред ну подумаешь там выродник или блудник ни в одном государстве за блуд не преследует ни уголовно ни административно а почему до сих пор на этот вопрос не ответил а вопрос задум был у кого нибудь есть на этот ответ почему ни в одном государстве планета земля за добрачные нерегистрированные связи не преследуют по закону за горки преследовали было дело за гомосексуализм было стадия преследовали а забуд нет а Бог это наказывает суровую причину сигналтика заинтриговал и никто и не спрашивает как это все я спрашиваю нашел кто-либо ответ на это или нет если нет то ну давай сказать потому что сказано блудника и прелюбодея судит Бог все правильно так говорит блудника и прелюбодея судит Бог а как может мир судить за блуд если он лежит возле если все такие ну как вот здесь даже по-христиански получается что если у меня я точно такой же теми же страстями обладаю вот у меня как я из своего глаза бревно не вытащил как я могу за соринку кого-то осуждать или судить поэтому раз мир он в этом лежит в этом ничего плохого не видит все такие как он может судить об этом да закон израильский он запрещал но это было с древним Израилем а сейчас этого нет потому что все такие сказали что это не зло есть такое понятие окно овертона вот как вот если при советской власти и у нас в россии считается вот что домосексуализм это грех мы сейчас а в европе как это сделали сначала там тоже был грех было заболевание психическое считалось считался что это грех тоже за это тоже преследовали до 75 года а потом взяли ой нет это такое психическое заболевание которое нужно терпимо к этому относиться хотя это никакое не заболевание это грех нет никаких ориентаций есть беснование когда человек как и игры как и все остальное сатана как он захватил человека и он этому принадлежит и не может восстать твердыми как и пьянство как и наркомания все это одно и то же игра так и гомосексуализм они сказали это больной человек это у него он таким родился у него есть на это извинение и вот это открыли окно овертона и постепенно постепенно они стали захватывать свои позиции мир начал сдавать свои позиции теперь они во всем мире как бы даже очень хорошие сейчас другое идет уже следующее что мог не грех там и где-то растление детей можно расливать а вот он родился такой он любит детей расливать что его за что судить он хороший вот и открывается окно овертона и через это общество мир он сатана продвигает свое мнение чтобы люди относились к этому терпимо терпимо и терпимо а к блуду давно почему судили за блуд и в России было и в Европе за это судили за блуд за прибылья только потом сказали ой нет это зачем там это все хорошо там как он фильм был мужик приехал в деревню а там православную девушку встретила а как так без любви она говорит ну вот у нас родители согласились и все а ну а как вы были жена да был жена тут у меня жена ушла к другому как это ушла к другому ну так она его полюбила а у вас не было мысли выйти замок за кого вы любите она говорит а как самокруткой что ли нет конечно нельзя то есть плюнула и ушла на него вот такие вещи прости господи ну и так и сейчас это просто открывается постепенно делают сатаначи своих слуг открывает один все закончим я такое маленькое возражение сделаю понятно Россия кто-то сказал одним словом воруют бог тоже сказал не укради все воруют однако за воровство статья а за будут нет все прекрасно воруют и терпимо к ворам а то есть даже воры в законе уважаемые люди к ним идут за советом понимаешь 90-е годы я только буду вот смотри Сереж а уголов со стороны государства нет за воровство есть а за блуд нет хотя то и другое бог осуждает вот вот Сереж если ты был бежим при Иване Грозном допустим или при Алексея Михайловича вот тогда бы заблуд тебе вырвали ноздри статьи не было такой в тюрьме бы ты не сидел ну может тебя сослали на каторгу вот Режим идет о статье государственной то что люди меня осудят и сегодня государственная статья была другая тебе пришли бы вырвали бы ноздри за блуд и все это была статья такое наказание было при царе в разную эпоху по-разному официально это было официально бы тебе и не ходил бы ты как блудник все все бы знали что ты блудник вот забыл тебя наказали было такое наказание а потом поскольку все сблудились особенно 19 век он дал свои плоды вот 19 век в России он сильно дал плоды во Франции раньше еще там все сблудились и за что наказывают когда все блудники если я блудник или там вор я что буду тебя осуждать этот грех ты пойми это не будет и ты меня не будешь осуждать если ты только грехом болен ну да как в Евангелии поймали прерубодить и привели ко Христу закон Моисеев повелевает убить его камня и что сказать кто из вас без греха те вы брось в нее камень толковательно говорят именно о грехе прерубодеяния не о других каких-то грехах и они будучи обучаем понимали или в то время еще говорят что мужчинам дозволялось уже до такого начали что ну кобель кобель а женщин преследовали а Господь поставил вот здесь как раз равноправие что и мужчина и женщина за грех и земель будут одинаковые наказания не прелюбодействуя это сказано не только женщин там измена а тут по сегодняшним канонам она меньше наказания и более оправданная имея жену человек прелюбодействует куда что у тебя жена ты там мог где-то пар выпустить а блудник как говорится понять можно у него нет жены негде пар выпустить поэтому он калаброд у нас уже час прошел к сожалению Игнать Тихонович мы тут порассуждали на ваш вопрос ваше мнение хочется все таки услышать всем интересно никто не говорит кто это все делает почему-то все молчат или не знают не само себе государственная власть это утверждает и теперь кто это делает и с какой целью и тогда мы сразу поймем ахать не будем будем молиться как следует это делают те которые приготовляют престол Антихриста чтобы все застанали вы хотите чтобы у вас вот такие были сейчас сегодня скажи ты желаешь Антихриста печать начертания щип какой да кто же будет согласен они скажут а по другому никак нельзя а почему а вот сейчас всех измучают ювенальные лисицы отнимают детей вы хотите чтобы отнимали это умышленно делают ну кто они делают эти люди мы же знаем кто они делают какие у них звания то есть гроссмейстеры наугольника и циркуля вы хотите чтобы у вас детей малых насиловали да вы что ну вы видите какие законы то вы нашего изберите нашего депутата нашего рогатого и люди пожелают и где бы ни встретились как об этом пришли Григорий Назензин на базаре покупает а почем морковка а ты знаешь Иисус Христос он не равен Отцу спрашивай сколько капуста а ну и другой ответ опять а во Христе одна воля две воли вот какая была обстановка здесь будет все по другому двое-трое встретятся как истомились невозможные какие законы что делают вот бы был такой правитель а он явится три слова Владимира Сергеевича Соловьева об Антихристе и он явится и вот то что сейчас они делают за счет этого народ его полюбит он говорит на виду порядок какая была инфляция булка хлеба 2 миллиарда марок стоила в Германии когда пришел Гитлер его уже полностью разносит Берлин а его все еще продолжает любить это говорят те которые остались живые он сделал все для них и уже через 2 года инфляции нет инфляции нет и по 30% населения на лучших курортах отдыхают вот как Антихрист делает наоборот сначала он вот это покажет чтобы люди ахнули куда мы пришли что делать кто знает и депутаты будут не навальные они покажут такую красоту в нем такую жесткость это садомит и уничтожен будет в один день как у мусульман все полный порядок будет а сейчас как судят его 20 убийств сделали пока его расследовали за ним еще 50 трупов нашли и считай сколько за одним астре расстрелять нельзя а вот меморандум на смертную казнь пьяница этот Ельцин наложил и антихрист все это снимет печати сразу принародно как в Китае и народ скажет только так вот кто это делает кто которые говорят не нужных там сколько они желают миллиард оставить остальных столкнуть в отвал и этот лозунг будет поставлен во главу угла надо знать кто делает с какой целью это все делается умышленно и все это оправдывается вот стоит священник в церкви ему вопрос задали он теперь является уже не в церкви на радиостудии и говорит вот ко мне подошла одна в церкви я был в Киеве девочка у меня пятилетняя и говорит а почему она без платка я ей говорю да потому что она девочка девица какая разница ей монашка говорит да я священник тем более надо надеть на нее платочек вот если бы мы все за этим дело смотрели то эта адская машина захлебнулась бы и сдохла как Солженицын говорит а так попрятались как пискари одного слова не скажут корень надо смотреть как Исма Прутков с жемчужниками говорили мы должны смотреть корень корень в том что люди будут избирать тех которые стили бы слуху их Сергей сказал он не назвал только Карамзин когда написал историю российского государства и решил подарить императору он только спросил его Александр Третий и говорит а о чем тут написано 4 тома то я не прочитаю он только постоял скажи кратко то чтобы я знал он постоял подумал воруют и сегодня что развращают политики никакой нету развращают ну Путин то ответил когда сказали почему у вас гомосексуализм то неофициально нас и так мало рожают от мужика от мужика что родить то дырявый он останется дырявым сумел же он так ответить то самодержавия такого уже не будет потому что все задушено но мы сами в себе должны установить это самодержавие четко и просто сказать это делает антихрист для того чтобы приняли его это протокол аксионских мудрецов все подробно написано люди будут изгнывать от ужаса этих законов а он скажет я порешу это все в один день и все проголосуют за него и где бы ни случилось двум торговкам быть а ты слышал а вот такой-то Александр-то пришел ой какой он хороший до сегодня двери открытыми оставляет велосипед не угонят машину не тронут давай за него голосовать он придет избранным путем его все будут жать вожделенный и он скажет отныне ни один не скажет война когда я говорю мир да мы же об этом только желали вот она толерантность не надо никакой толерантности я установлю диктат но вы будете спокойно спать никто никого не тронет согласны согласны выводят всех преступников из тюрьмы расстреляют перед глазами людей все так и взаховются наконец-то дождались твердая рука вот как дело-то идет к чему она идет отошел у кого вопросы пожалуйста задавайте ну мне почему-то вспомнилось на эту тему что антихриста это блудного семья родители только не могу вспомнить где это сказано это сказано у них у святых отцов седьмого колена говорит Ефрем Сирин то есть бабка была блудница прабабка прабрабка и он во всем будет подражать Христу что он родится в Вифлееме он сделает все чудеса которые Христос сделал горы сдвинуть с места призрачно единственное чудо которое не сможет сделать чтобы дети возопили к нему и говорит как Иисус младенцем груды метей устроил хвалу дабы сделать безмолвным врага мстителя вот как Зибаген это все объяснит нам потом он не сможет сделать этого ему скажут а дети почему тебе не крещат как на пути Христа верное воскресение въезд в Иерусалим я этого не могу сделать это не подвластно в уста детей крещеных благодатью духа освященных не может войти злой дух и на этом на этом только больше всего и обнаружится что он лжец льстец все но еще обнаружится что накормите и он говорит что я вам бог чтобы пищу подать а это уже последний год три с половиной года когда будут кончаться уже люди приняли начертания эти чипы очевидно которые вставлять будут там что там электрод какой ну так образно сказать от солнца видимо озоновый слой будет сожжен и мы можем так и догадываться язвы нарывы будут на людях и последний который примет печать ну назначертания хлеба он говорит нет хлеба есть такое предположение что тот хлеб который они пшеницу заготовили как Иосиф когда был премьер-министром Египта все превратится в кал в кал человеческий когда говорит калом пометом человеческим до верблюжью седла будет все запачкано дай хлеб он где я сделаю возьму хлеб когда земля как железо а небо как медь вот как рассматривают это и прямо Сирина его слово об Антихристе ты об этом как говоришь я думаю да да правильно спасибо Христос слава Иисусу вопросы вы если кто знаете на наш сайт зайдите православный библейский сайт во свете библии и там мы насчитываем это слово Ефрема Сирина и считает Геннадий Михайлович Яковлев который станет иеромонахом Григорием которого убьет Кришнаид и голову отрежет и в алтаре на престол бросит слышали эту историю знаете в Туре Енисейского округа какой там край вот как и у него голос он считает как остался навсегда с каким он удушевлением считает от заслова и прямо Сирина просто зайдите послушайте какой у него был большой дар насчитывания с интонацией бывший комсомольский работник республиканского масштаба на Украине двоюродный племянник главного идеолога СССР Суслава к слову сказать в моем доме он пришел православие а где это смотреть разные духовные материалы да разные духовные материалы и там может быть звук и видео там он звук и видео потом разные духовные материалы и вот здесь это идет м1-м5 должно быть там а масонство один масонство 5 я 14 лет отдал этой теме не вот я в разные духовные сейчас зашел там Дмитрий Дудков Александр Мель наоборщуков Гордеев я сейчас я сейчас зайду я сейчас зайду сам гляну а дальше без названия фаст беседа с адвентистами без названия без названия подожди минуточку Сергей так ты еще там смотришь разные духовные а вот а вот смотри звук и видео вот где надо вот звук и видео разное духовные материалы святых отцов а тут духовные материалы могут быть и не православные но полезные для православных хотя и спорные ну нажму сейчас так ну правильно ты сказал без названия беседа с адвентистами вот без названия надо открыть а вот где масонство протоколы сионских мудрецов пища пища сатаны мной начитан это все моим голосом история и дальше ну вот это все трагедия русской церкви но это не здесь кто же это тут материалы огромные масонство вот здесь 12 ну файлов каждый файл 2 часа 5 минут это там как раз вот этот вот проефрин да я так думаю что именно здесь в масонстве его голос услышать вот так вопрос у кого есть Сергей можно вопрос да 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 вот это вот 11 глава 1 стил значит я смотрю не могу понять вот Павел говорит если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию о каком неразумии речь идет что такое неразумие что в чем выражалось Игнать Тихоин прям интересно да впереди то он об этом и говорит я как неразумно похвалюсь а на похвальбу напросился жди когда другие похвалят и Павел начал говорить о великих делах своих ну будьте снисходительны ну пусть это неразумно да ну как неразумно отнеситесь но я вам покажу пределы возможностей человеческого организма вы говорите нельзя смотрите я где в опасностях на дорогах а вы в это время где дома сидели в опасностях перечисляет на море вы где сидели на берегу я тонул в опасностях лжебратья а вы обнимаетесь со всеми и он все перечисляет и говорит будьте снисходительны к моему неразумию неразумию что он сам себя похвалил потому что у него выбора выхода не было если бы он сам начал бы они бы склонились бы к этим сектантам уже апостолам вы сами рассудите кто я и кто они ну вот и все они не говорят об этом о том подвиг о котором он совершает ежедневно в посте в молитве нет никакого ежедневного стечения народа и несмотря на это и он продолжает еще и работать палатки шьет там или ткет не знаю из чего он там из кожи или из шерстяной ткани вам говорит надлежало хвалить меня вам надлежало вы же видите как я живу что я делаю я весь на алтарь божий взошел а вы с кем вы знаетесь посмотрите на этих кому вы там руки пухлые целуете вот он об этом и говорит будьте всесходительны к моему неразумию вы вынудили меня похвалиться хотя вам надо было меня хвалить сегодня так скажи заклюют свои подвиги свои подвиги он называет неразумием нет похвальба что заговорил об этом что хвалится подвигами да ну конечно это сверхчеловеческих возможностей это подвиг героизм это лауреат нобелевской премии чемпион мира героизм но ему приходится иначе они бы кем бы ушли и он из двух зол выбирает меньше и как бы оправдывается они бы я бы не хвалился до собой если бы они меня не вынудили он говорит подражайте мне как я Христу он говорит я подражаю Христу мне подражайте смотрите на этот подвиг который в братьях видите они были слепые они вцепились в своих лживых кто там проповедники вам надежало плакать а вы говорит хвалитесь понятно ну это вот как сегодня к примеру из нашей общины кто-то бы начал бы мутить ну например земля плоская люди бы стали бы из общины уходить все кто плоскоземельные и что бы Игнать Тиканович ну вы посмотрите кто он и кто я тоже бы начал бы себя хвалить а его бы за это начали бы тюкать ну что ты хвалишься а о чем ему говорить ему приходят его вынуждают я в тюрьме сидел не сломали меня КГБ никто всем предлагали затручиться я богом избранный его за эти слова там звездочки там рисуют ролики-то видели может быть это как они называются лапки обличение лапки но что интересно кто говорил через Сергея Козлова допросился со мной на встречу три года поливал меня по всем статьям просто разбойник и давай извиняться я не могу больше у него голова начала болеть видимо и полумертвый уже но господь это сделал ибо я не хочу ни фамилии ничего говорить только молиться мы договорились не трогать даже он говорит что неужели не верить я говорю конечно нет нет основания вам верить такую подлость творили его подельники там по радиостанции в группе сидят я их люблю кого любить-то он ни одного слова обо мне не говорит который рядом сидит священник у меня два уазика я езжу ни одного уазика никогда не было ну брехня собачья сидит священник он не верующий ну договорились все перемирие так у меня вопрос человек умирает сегодня новый завет приговор божий когда произносится в день смерти или в день второго пришествия будет второго пришествия а как же тогда господь разбойнику сказал ныне же со мной будешь в раю то есть он его уже определил сразу сказал ему ныне будешь со мной в раю то есть они этот суд отодвигают ну ему сказали но тебе то не сказали мне не сказали мы спасены надеждой павел говорит мы спасены в надежде а только сектанты спасены что там что за птичий язык это петра это петра это петра сказал я то живой или еще это петра отвергает мысли что именно в день смерти прибыла ведь и притча лазеря там уже все один в раю другой в аду и он эту и притчу и говорит что туда сюда не переходят уже определенно места это не рай не рай о ком это говорится а для чего тогда суд не рай но разводник сказал в раю значит рай должен был наступить в этот день называется с больших букв два слова с больших букв страшный суд и я скажу там налево направо считаем внимательно 25 глав там окончательный приговор а это временный суд так пропустили там еще видно будет никто ничего не знает 1 коринфам 4 5 не судите никак прежде времени доколе не приедет господь и не осветит сокрытое во мраке вот у поисия считаем жития его весь город стонет флаги приспущены столетия один такой человек святой рождается все думают а он подошел и видит стоит рядом дьявол и трезубцем душу из него вынимает но человек умер это уже равносильно тому что господь пришел за ним уже участь никак не изменится до суда не знаю Сергей мы не знаем мы только так думаем нам говорят где-то сделано так что можно что-то честилище как у католиков у нас поп будет кадилом махать мы не знаем мы знаем только верующий сына божий имеет жизнь вечную неверующий не увидит жизни не увидит но гнев божий пребывает на нем за льва толстого церковь то не молится хотя его родная сестра родная сестра она монахиня была Мария пришла там в Амросе Оптинского спрашивала можно ли молиться домашнее молитв можете а в церковь не будет он был богохульник вот и все все здесь что у нас там может выглядеть не так перед престолом течет огненная река 7 глава мы считаем Даниила пророка и в 12 главе об этом говорит праведники грешные все пройдут через нее праведник как солнце воссияет а грешник как обгорелой головня выйдет вот оно будет окончательно и будет плащ и скрежет зубов сегодня мы ничего не знаем только так сквозь тусклое стекло гадательное говорим а лучше на эту тему не говорить мы знаем будет страшный суд окончательный приговор только там одно дело не знаем когда да понятно что Бог определяет но другое дело вещи очевидные то есть вы перечислили Сталин Гитлер там Лысый Пигмей злодеи очевидные злодеи и там Серафим Саровский мы их тоже причисляем тоже очевидно святые люди то есть ну понятно что уже как бы и суда не было но мы их уже либо каналинии ну либо туда либо туда отправили потому что он жизнь их показывал написано не судите но понятно что церковь однако судит и если мы видим что я не грешник не раскаян но я как церковь не ходил и мне кажется это обольщение что вы за него подавайте деньги и он обман не подавай не подавай никто же не заставляет это делать я не подаю и когда за мертвых поминальники там раздают пирожки я никогда не беру а другие хотят брать мне кажется они в обольщении в самообмане ну а почему почему потому что написано не переходят не туда не туда все участь его определена пирожки почему нельзя пирожки он ищет пирожки ну можно брать там поминаю где-то я не беру просто для себя это имею почему но тут я мой дресс-код такой мы мясо не едим ну почему просто я обхожусь без этого у меня печаль сегодня большая какая сегодня пришли домой в этот володя взял нож володя и с ножом ко мне и замерил какой мой рост на косяке я попросил а он сразу достал метр там и замерил и у меня метр шестьдесят девять а я метр семьдесят два везде пишу куда три сантиметра то мои делись усохли мощи нетленные усох так операции на позвоночнике не зря мне резали делали так теперь у меня и вес другой должен быть вот теперь до пасхи я должен войти уже в свой режим по этому росту метр надо минимум у минимум три килограмма убрать откуда их убирать даже не знаю Я сегодня маме моей, Валентине Арефине, вот этот листочек-то подавился с весами песчаной И про вас рассказал, говорю, Игнать Тихонич переживает, что у него лишний вес А она, ей так смешно стало Она знает, что вы худой Ну Игнать Тихонича, Мишка, Мишка А кто это забеспокоился-то? Валентина Арефина, мама моя Ну правильно, потому что у меня место другое У меня сейчас лишнего-то нету Я себе искусственно всю жизнь держал на 5 килограмм ниже положенного У меня сейчас вес килограмм в килограмм по моему росту выходит За шкалу не выходит, но для меня это уже не подходит У меня должны быть запасные килограммы в обратном порядке Понятно Поэтому за эти две недели, ну помолитесь, чтобы я, говорит, не помер Вопрос по пирожкам, ответ по пирожкам принят Нет, брат, пирожки тут не помогут Тем более пост великий Ну вот 3 сантиметра, я хожу и пристаю ребятам Где мои 3 сантиметра, где мои 16 лет Готичь, надо на жестко лежать, чтобы позвоночек распрялился И тогда будет нормально Должны эти 3 сантиметра восстановиться Видимо, позвонки немножко сложились или как-то То есть надо расправлять, вытягивать На турнике висеть надо Вот, да, правильно, Сергей говорит Или на жестком досках лежать Мне нельзя в турнике висеть-то У меня операция и две грыжи Мне нельзя на растяжку То я когда ночью сплю, лежу, тело расслабится Я слез с кровати не могу Иногда бывает для меня самая главная задача, чтобы кто-то помог брюки надеть Я всю жизнь на стройке работал У меня раздавленный позвоночник Не переживайте вы так 3 сантиметра мои, где они? Лишнего нет и слава богу Но запас, да, пару килограммчиков, конечно, неплохо Да вы мне помолитесь Мы с Глушковым начнем воевать с лишним весом Давайте помолимся Благодарим Давайте Давайте Благодарим Печнем Благодарю вас, молитесь. Благодарю вас, молитесь. Была метр шестьдесят четыре, а сейчас метр пятьдесят девять тоже. Куда делить столько сантиметров? Метр пятьдесят девять я сейчас, а была метр шестьдесят четыре. Вот так. Так что, Игнашенко, стареем мы с тобой, стареем. Вниз идет уже рост. Я два раз говорил, ни одного слова, чтобы тут не говорило. Вскройся сейчас же. Вскрылся. Интересно. Ну что, с Богом. С Богом. С Богом.